Всем привет! Так вот, необычно начинаю я свой сегодняшний влог, снимаю его в субботу, то бишь, если вы смотрите его сейчас, то я снимала его вчера. Только что пришла домой, сейчас сколько у нас? 7 часов вечера, какая-то я немножко мокрая, потому что у нас сильно льет дождь, и я, как всегда, без зонтика, взяла какой-то маленький детский на работе, но не сильно он мне помог. Но, как видите, волосы все равно у меня такие мокроватые. Вот, челочка у меня, кстати, смотрите, уже так хорошенько подросла, у меня голова, конечно, тоже не первой свежести, еще и мокрая, вот, думаю, на следующей неделе можно немножечко постричь концы, немножко их оживить. И да, Фабиан, любовь моя, цвет выглядит немножко такой рыжеватый на камере, но на самом деле он такой даже красноватый, он получился немного ярче, чем я планировала. Вот, и окрасила я semi-permanent, полу-пермаментной краской, которая окрасилась в прошлом году, где-то год назад, перед свадьбой, помню, у меня пошла аллергия на нее. Помните, я, может, показывала во влоге или рассказывала мне на лбу, вот здесь на висках были такие красные пятна, те же самые пятна, которые у меня на руках. Чесались, шелушились, это было ужасно, даже невозможно было замазать эта тоналка. Я помню, что вот где-то в мае, наверное, вот у меня еще это все было, в июне, я переживала, блин, как я пойду замуж под венец с таким лицом. Но, фу-фу, все прошло, и сейчас тоже я очень боялась, потому что я была не уверена, на краску ли я отреагировала или нет. Вот, но я покрасилась, и в тот же вечер я почувствовала, что у меня как будто распухли губы. Но я сразу же приняла таблетки у нас, мы оба аллергики с дишей, вот, поэтому у нас дома всегда есть вот такие вот таблетки. Это фирма Перитез, в общем, антигистаминные, наверное, не знаю, в общем, это от всяких разных аллергий, там даже на животных, или вот, знаете, цветет, когда все, и на пыль, и аллергия на плесень. Вот, так что у нас всегда это было, я сразу приняла, я где-то три дня подряд пила по одной таблетке в день, и у меня, фу-фу, ничего не вылезло, вот, все хорошо. Конечно, у меня здесь такой прыщик появился, потому что эта неделя была сумасшедшая. У нас будет такой болтологический влог, немножко, надеюсь, вы не против, мама раскритиковала мой прошлый влог, сказала ни о чем. Если он был о чем, ставьте пальчик вверх и поддержите меня, пожалуйста. Вот, так что я его слепила из того, что было, можно сказать, да, поэтому, да, сама не скажу, что 100% была довольна, но все-таки хочется появляться хотя бы раз в неделю, чтобы вы меня не забывали. На инстаграме тоже не очень часто гость, вот, так что, о чем я там говорила, да, неделя была, это очень сложно, я работала 6 дней на этой неделе, каждый день с 8 до 8, сегодня просто мы раньше закрываемся, вот. Во-первых, считала зарплаты, потому что начало месяца, во-вторых, сегодня добила свою неделю тем, что уволила очередного сотрудника, и это был по счету 8, как это не, как сказать, символично, сентиментально, а 8 мое счастливое число, я надеюсь, что больше никаких увольней не будет. Та команда, которая у нас есть сейчас, нас около 30 человек, все на своем месте, я всеми очень довольна, если кто-то из них смотрит меня, всех люблю, целую, вот. Ну да, сегодня был не очень приятный момент, во-первых, ну, увольнять кого-то всегда неприятно, кто это делал, меня поймет, вот. Вот, это во-первых, и во-вторых, я была готова к такому не очень приятному исходу, потому что это была темнокожая девочка, я ничего против их не имею, но вот в таких ситуациях, когда их увольняют или что-то, я не знаю, такое происходит, они всегда это оборачивают тем, что это расизм. Вот, поэтому я очень этого не хотела, и она долго держалась, но в конце все-таки, да, она сказала, что я расистка, что я дискриминирую, что очень жаль, хотелось расстаться на хорошей ноте, но, да, вот так вот она сказала мне это, поэтому сегодня мы, я жду мужа с работы, приготовлю ужин и будем заливать горе алкоголем, вот. Вот, я думаю, нужно продезинфицировать немножко себя изнутри, потому что наверняка она меня нагнула какую-нибудь порчу, прокляла всякими разными словами, она постоянно это делала за моей спиной. Ну, в общем, не будем о плохом, сейчас все хорошо, у меня выходной будет только воскресенье, высплюсь, отдохну, уберусь дома и с понедельника опять на работу. Кстати, нужно мне вот снять уже ногти, прошло три недели, этот ноготь, я так, он мне не отрос и, ну, он прошел, вот, так что попробую записаться к Монике, если у нее есть место, мне журка устала держать. А я, как всегда, lastminute.com в последнюю минуту, ну, надеюсь, что в понедельник у меня не сильно загрузочный день такой на работе, а то я смогу выбежать на маникюрчик к ней. Вот, надеюсь на это. Они не поломались, ничего, слава богу, но просто, видите, уже некрасиво выглядит, особенно когда темный лак. Не знаю пока, что еще хочу делать, но хочу какой-нибудь красивый дизайнник такой, не знаю, подумаю. В общем, если она на меня, конечно, не обиделась, потому что я в прошлый раз к ней не пришла, ну, посмотрим, как там что получится. Что я хочу еще сегодня засунуть в этот влог, я покажу вам немножко новиночки свои, что у меня недавно появилось, и я думаю, отвечу на вопросы отдельно видео, мне все никак не получается снять. Я три раза снимала, и все три раза то там со звуком что-то, то мне не понравилось, как я накрасилась, то мне не понравились волосы, в общем, перфекционизм это ужасная штука, если честно, вот, поэтому я их все три удалила, даже ничего не осталось. Вот, так что не хочу затягивать еще дольше, и я подумала, я все равно сейчас пойду, я перекушу немножко, буду снимать макияж, и покажу вам, как я это делаю, и заодно отвечу на вопросы. Так что, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Покажу вам это все вот так вот одной рукой на кухонном столе. Начну, наверное, с вкусняшки, мы вчера с Ярославой, я думаю, если вы следите за нами в инстаграм, вы видели, в общем, она меня пригласила на afternoon tea в ресторан Selfridges, очень красивый, там глициния свистает, свисает с потолка, вставлю картиночку, я там, конечно, ничего не снимала, я знаю, что Ярослава снимала влог, не знаю, когда он, конечно, выйдет и выложит она его или нет, ну вот, спасибо огромное за то, что она меня пригласила, и, ну, во-первых, нас угостили вкусным чаем и вкусняшками, afternoon tea, я думаю, вы знаете, что это такое, во-вторых, нам еще с тобой дали по банке варенье, там было малиновое и клубничное, я выбрала не глядя, Ярослава переводила в переводчике, что это значит, потому что здесь на французском написано, вот, мне досталось клубничное, я люблю и то, и то, еще пока не пробовали, сделаю, я думаю, завтра сырники на завтрак, кстати, была в Теску и не купила творог, ну, ничего, утром схожу в литовский магазин, вот, и обязательно попробуем его, это вот Aubaine, да, по-моему, так читается, это ресторан, в котором мы были, вот, и они делают свое варенье, очень классный подарочек, и спасибо огромное за такую возможность Ярославы, говоря о Ярославе, вот такой вот у меня еще подарочек, он у меня уже, ну, довольно-таки давно, мы когда ходили на день рождения к Роузе, вот, я тоже не осталась без подарка, это коробочка Look Fantastic от Clinique, очень прикольный здесь такой дизайн, выглядит как будто капельки, кстати, сегодня у нас как раз идет дождь, вот, и да, вот такие вот там были продукты, некоторые из них я пробовала и люблю, например, вот такая вот маскара High Me Impact, это культовая тушь от Clinique, миниатюра, очень классно брать с собой в поездку, вот, так что, да, пока ее не буду открывать, но обязательно воспользуюсь, очень классно. Далее, вот такая вот масочка Pep Start, Double Bubble Purifying Mask, кстати, написано Pep Start, типа, утром ее, что ли, ей пользоваться, но я попробую, может, сегодня даже не нанести, вместе с вами попробуем, тоже, я так думаю, это миниатюрка. Далее у нас был крем, ой, не была бы я Алекс, если бы все не развернула, Moisture Search, это новая версия, 72 часа, гель-крем, как раз для жирной кожи очень подходит, мне нравилась оригинальная версия, новую я не пробовала, так что будет очень интересно попробовать. Мне кажется, здесь может быть даже полная версия, потому что здесь 50 миллилитров. Далее, вот такой вот продукт, Tag Day Off Cleansing Balm, я очень любила бальзам от The Body Shop, и вообще, я люблю бальзамы такие вот, и влом у меня, да, любимые для снятия макияжа, это миниатюрка от Clinique, давно хотела попробовать, все никак не решалось, так что тоже огромное спасибо, обязательно попробую. У меня, по-моему, только масло было от Clinique, мне, в принципе, очень даже понравилось, так что я думаю, что бальзам понравится тоже. Далее, что тут у нас есть, Quick Lines for Eyes, в общем, карандашик, наверное, автоматически для глаз, у меня когда-то был от Clinique, очень они, кстати, классные. Really Black, ну, черный карандаш, он никогда не помешает, и в работе, и для себя. И далее, такой продукт для губ, Chubby Stick, Moisturizing Lip Color Balm, и он у нас в оттеночке 0.7, кстати, не пробовала еще. Super Strawberry, ну, посмотрим. Классная очень коробочка, я их собираю, у меня от Ярослава уже три коробочки, мне кажется, вот, всегда пригождаются, особенно такие красивые, можно туда что-то положить. Так, что я здесь развернула, еще одна моя такая покупка была, это консилер от Maybelline, мой любимый, я знаю, что он продается уже в России, практически везде его можно достать. Eraser, да, Instant I.TH, и я его беру всегда в оттенке Light. Очень, кстати, трудно было найти, везде Light был раскуплен, но я пошла в Super Drag и попала на акцию, там, в принципе, всегда акции, очень часто бывает. Купи два, третий в подарок, любой продукт, ну, я подумала, почему у меня консилер быстро заканчивается, я им часто пользуюсь, может, кому-то даже подарю один. Вот, стоил у нас 8,99, в общем, я за цену двух получила три. И также мне дали в подарочек вот такой вот кошелечек, Treat Yourself, очень прикольный, как раз у меня нету кошелечка для монет, у меня есть только ключница моя, вот, так что, думаю, пригодится. Ну, и последнее приобретение, как же я могла о ней забыть, новейная Ярослава, она, не знаю, по-моему, в последнем видео многие ей комментировали, что у нее такое на щечках классное, вот, и она рассказала в Insta Stories справа такую палетку от Our Glass, посмотрите, какая она красивейшая. Я просто обалденная, даже не знаю, как вам передать всю красоту. Очень красиво, такая розовенькая упаковка с большим зеркалом, я ее сразу открыла, потому что она быстро заляпывается, и одной рукой, в принципе, ее довольно-таки тяжело открыть. Вот, это, так, что у нас тут идет? Это, по-моему, четвертое издание, Ambient, и я думаю, что это лимитка. Вот, покупала я на сайте, нет, покупала на сайте SpaceNK, я люблю этот магазин, у меня есть скидочная карта, и по купону, который Ярослава давала, я тоже оставлю купон снизу, вы можете получить 10 фунтов скидку и бесплатную доставку по Англии. Не знаю, я знаю, что они доставляют по всему миру, но не знаю, будет ли бесплатная доставка в другие страны. Вот, так что я взяла, здесь у нас две пудры, хайлайтер, бронзер и румяшки. Единственное, что я пробовала от Our Glass, это у меня есть минеральный праймер, и был у меня бронзер, помните, наверное, маленькая миниатюрка. Палетка, кстати, это стоит 69 фунтов, мне она обошлась 59 с 10% скидкой, и это действительно, как бы, цена-качество, и это получается очень дешево за 6 вот этих продуктов. Вот эти ячейки, конечно, очень маленькие, поэтому моя обычная кисточка для пудры, она не залазит именно в одну, поэтому я обычно смешиваю две пудры, иногда смешиваю оба румяна сразу, да, два цвета. Это бронзер, для бронзера у меня поменьше кисточка, очень классно, дает очень красивый холеный цвет на лице, этих вот блесток, здесь видны блестки, да, но их на лице абсолютно не видно, дается такое сияние изнутри как будто, да, поэтому Our Glass всеми любимая. У них есть палетка на три пудры, я помню, даже хотела купить, потому что я видела на мастер-классе Томиной, но все никак не решалось, потому что я помню, покупала миниатюрку, миниатюрка мне обошлась, по-моему, в 22 фунта бронзера. Но я осталась довольна, я очень довольна, я ей пользуюсь уже на протяжении недели, но, как видите, так не сильно заметно, что она поюзанная, вот, очень мне нравится, так что да, я иду заваривать чай, перекушу, уделю внимание коту, потому что он там уже не мозит без мамы, да, и вернусь к нам, чтобы вместе снять косметику. Свой вечерний ритуал я начну с того, что воспользуюсь вот такой вот мицеллярной водичкой от Avene для чувствительной кожи. Не могу сказать, что он мне нравится, но пока я не могу найти биодерму нигде, поэтому буду смывать макияж с глаз, губ и бровей именно при помощи вот такой вот мицеллярной водички. У меня было два или три вопроса, связанных с мужем, давайте с него и начнем. Как познакомились с мужем? Вы красивая пара. Спасибо огромное за ваш вопрос, давайте я начну снимать. Как и многие в наше время, я думаю, так знакомятся, мы познакомились в интернете, будучи здесь уже в Лондоне, было это три года назад, и познакомились мы в ВКонтакте. Я лайкнула его фотографию, и он мне ответил сообщением, тоже полайкал пару моих фоток, ответил сообщением, и так получилось, что мы оба не сидим ВКонтакте, ну вот, не знаю, карма что ли, судьба какая-то. Он мне написал, первый день мы полностью весь, наверное, с часу дня или с 12, мы общались до утра, до 6 утра. Следующий день мне нужно было идти на работу рано, мы всю ночь с ним переписывались, обо всем на свете. Мне кажется, с первого дня я уже чувствовала, что это вот мой человек, да. На второй день знакомства мы уже решили встретиться, потому что, знаете, в Лондоне жизнь очень быстротечна, вот, и, да, дела нужно делать быстро, потому что времени у всех мало, вот, поэтому мы договорились встретиться. Встретились мы на Таурском мосту в 12 часов ночи, потому что я опаздывала, я тогда очень допоздна работала до 11, вот, и приехала только к 12, он мне полчаса ждал. И, да, мы прогулялись с ним всю ночь до утра, и потом я поехала домой, переоделась, приняла душ и поехала на работу. Вот, третий день он тоже заехал со мной на работу, и вот как-то у нас так все загружилось, залетелось, уже почти там на третий-четвертый день я оставалась у него дома. С первого дня у нас какое-то вот было доверие, мы как будто были на одной волне с ним, и это было первое. А второе, мы жили очень далеко друг от друга. Он жил в первой зоне, я жила тогда в четвертой, и мы очень много работали оба, поэтому если бы мы не начали вот так вот жить вместе, ну, вернее, я у него сначала начала оставаться, а потом уже спустя месяц или две недели я к нему приехала полностью со всеми вещами. Вот, и, да, мне кажется, если бы мы вот так вот сразу не съехались, то мы, может, сейчас и не были бы вместе, но мы уже женатый год, вместе три года, можно сказать, с первого дня мы с ним живем вместе, поэтому, мне кажется, это очень важно, когда вы начинаете жить с человеком, вы сразу, да, не затягивая там встречаться пять лет, и потом после свадьбы только жить вместе, так вот и рушатся браки. Мне кажется, нужно узнать человека получше, ну, при ситуации разные, да, ну, вот у меня такое мнение. Следующий вопрос у нас был тоже про мужа, кстати, прислушиваешься к советам мужа, что купить, что надеть. В этом плане мне тоже повезло, у нас с ним схожий вкус, как у меня на мужскую одежду, так у него на женскую. Мы всегда ходим шопиться вместе, он больше, он любит ходить по магазинам со мной, не из тех парней-мужчин, которые, там, блин, опять шопинг, сидят на лавочке, нет, он любит ходить, он любит выбирать мне одежду, что это очень круто, я себя, знаете, так чувствую, когда мы идем, но муж все-таки, да, и он оплачивает мои покупки. Мне больше, очень нравится выбирать ему одежду, шопиться для себя он не любит, поэтому я выработала такую стратегию, я знаю его размеры, я знаю его вкус, поэтому зачастую я покупаю что-то, ну, вот что-то такое, что вот не нужно прям мерить, да, и там рубашки всякие, не знаю, сведерочки, вот, я могу ему выбрать, и я знаю, что ему это понравится, и он будет это носить, так что да, в этом плане, я считаю, мне очень повезло. Я думаю, вам нужно это видеть, вот так вот я сейчас выгляжу, я снимаю влог, как видите, а Фабиан лежит в раковине, вот это вот моя вечерняя рутина, он всегда лежит в раковине, не каждое утро, когда я иду умываться, он в раковине, я не знаю, что ему там нравится, чем ему там намазано, и да, так что вот так вот мы вместе с ним снимаем влог. Так, как раз вопрос про уход за лицом сейчас, как ты справилась с акне, да, я очень давно тебя смотрю, спасибо, мне очень приятно, да, канал, знаете, я веду уже, ну, лет, мне кажется, весной уже будет 8 лет, как я веду свой канал. Макияж со всего лица я снимаю при помощи вот такого вот клинзера от Evlom, я думаю, который вы видели уже много-много раз, покажу вам, как он выглядит изнутри, вот такой вот бальзамчик, как видите, я уже так нормально его подиспользовала, и я его нанесу сухими руками на сухую кожу лица, помассирую пару минуточек, и потом буду смывать при помощи муслиновой тряпочки, муслинового полотенчика, такими отшелушивающими движениями отлично очищает, снимает макияж и также тонизирует вашу кожу. Я набираю, не знаю, видно ли вам, примерно вот столько сухими руками на сухое лицо по обеду не урони. Я сначала распределяю вот так в ладошках и потом наношу круговыми движениями на лицо. Так, как я справилась с акне? Да, я вставлю еще раз фотографии и кину вниз в инфобок ссылочку на видео, в котором я рассказываю, как я избавилась от акне и моих 5 не секретов, но как бы советов. Мне кажется, с возрастом все ушло, потому что, когда я приехала сюда, мне было 19 лет, и я еще была очень прыщавая. Я начала лучше ухаживать за лицом, делала я сама, не при помощи косметолога, просто начала умываться утром и вечером, как отче наш, перестала давить прыщи, вообще трогать лицо перестала. И годам так, в 24, у меня кожа почти, 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 почти очистилась уже сама. И потом уже, когда я начала встречаться со своим мужем в будущем, я начала принимать оральные контрацептивы. Вот, и мне кажется, что, ну как бы это гормонально, поэтому тоже мне это помогло сбалансировать. Но самое главное, это, конечно же, правильный уход за кожей, и да, просто не трогайте свое лицо, не давите, не царапайте, даже старайтесь, вот знаете, люди некоторые так любят сидеть, я тоже там что-то трогать, перестаньте трогать свое лицо, и тогда у вас все, все наладится, все будет хорошо. То, что говорят, там шоколад, молоко, может быть, некоторым это помогает, но на меня это не действует. Я могу объедаться всякой гадостью, у меня ничего не выскочит, даже перед месячными. Сейчас, знаете, у меня ничего не выскакивает, у меня бывает выскакивает от нервов, я знаю точно. Вот здесь вот у меня сейчас такой прыщик, но у меня для этого есть скинорен, кстати, вот здесь он у меня стоит всегда. Такой маленький крем, кстати, нужно будет попросить у мамы опять мне прислать, потому что здесь не продается. Это такой крем белый, я его ношу как масочку, вот сегодня утром наносила, и прыщик уже ушел, осталось немножко только пятнышко. Кстати, знаете, я забыла, что я не сняла брови мицелляркой, так что буду их снимать так. Так, следующий этап моего вечернего ухода, это вот такая вот сыворотка от Ходолаба, я думаю. У меня там уже, как видите, на донышке, я заказала на Амазоне новую бутылочку и жду, пока она ко мне придет. Вот так вот она выглядит, я думаю, всем известно. Нашу просто руками, там буквально несколько капель на все лицо. Это гиалуроновая сыворотка, увлажняющая, я использую ее вместо тоника. Была у тебя когда-нибудь депрессия, депрессивное состояние? Если да, что делала? Вопрос в тему. Мало кто знает, что я очень депрессивный человек по своей натуре. У меня был очень тяжелый переходный возраст. Я там прям вот была готом, эмо, боже, кем я только не была, водилась с панками, металлистами, знаете, мне лет, когда было 12-13. Я писала стихи, слушала грустную музыку депрессивную, читала всякие депрессивные рассказы. Суицид мне казался чем-то таким очень прям, знаете, романтическим. Я, конечно, никогда не думала о том, чтобы что-то с собой сделать, но для меня это было очень романтично. Вот, я даже резала руки себе от несчастной любви. Вот, дурочкой, конечно, была, никогда такого не делайте, но да, это был период в моей жизни. И мне кажется, все талантливые, креативные люди, да, как бы так нельзя о себе говорить, они в какой-то мере депрессивные. Я вновь вернулась к Midnight Recovery концентрату от Kiehl's. На этот раз я взяла 50 мл, наношу буквально, не знаю, 5 капель на все лицо, концентрируясь, конечно же, на лбу, на своих мимических мощенках. Очень мне понравился этот продукт, когда я пользовалась перед свадьбой. Он очень красиво освежил мое лицо, сделал его таким бархатным. И действительно, я его использую только на ночь, как он и заявлен. И на утро кожа действительно не жирная и смотрится очень достойно. Да, поэтому это во мне осталось и до сих пор. Я всегда стараюсь себя чем-то занять, не оставаться наедине, потому что бывают такие моменты, когда я остаюсь одна, особенно перед месячными, знаете. Как бороться с депрессией? Мне помогают вкусняшки, например, да. Может на что-то приготовить вкусное, либо сходить в магазин, мороженое, например, не знаю. И также очень хорошо помогают фильмы, да. Возьмите какой-нибудь любимый фильм. У меня, например, это Дьявол носит Прадо. Я его смотрела, не знаю уже сколько раз с того момента, как он вышел. Мне всегда он очень поднимает дух. Далее крем для глаз. У меня вот такой вот крем от Мизон, корейская марка с улиточной слизью. У меня до этого было в коричневой маночке, если честно, понравился мне больше. Но у меня там осталось его не так уж и много. Это вот такая вот гелевая, гелеобразная консистенция. Очень быстро впитывается, очень легкие. Ну, просто чтобы не оставлять студону без внимания. Близко к глазам и навеки не наношу. Не обхожу я стороной и увлажняющий крем. У меня это любимец уже долгие-долгие годы. Гель увлажняющий из трехступенчатой системы от Клиник. Именно гель, не лосьон. Очень мне нравится, очень легкий. У меня такая вот большая бутылка в 200 мл. Здесь удобный дозатор помпа. И наношу его всегда после сыворотки, утром и вечером. Что мне осталось сделать, это нанести бальзам для губ. Обожаю этот Elizabeth Arden. Всегда у меня про запас есть несколько. Он такого вот оранжевого цвета. Пахнет немножко как будто какой-то апельсинкой. Он супер, просто на ура восстанавливает губы. И обязательно после всех процедур, что я делала со своими руками, вы знаете, что они у меня проблемные, я наношу крем. Мне нравится такая вот крем-маска для рук от EOS Organic, по-моему. Я вам ее уже показывала много раз. С авокадо пахнет очень вкусно каким-то писташковым, сливочным мороженым. Не забывайте обязательно ухаживать за кожей рук и кистей тоже, потому что это первое, что показывает наш возраст. И этим и завершается мой вечерний ритуал. Конечно же, почистить зубы, но и спать еще не собираюсь. Жду мужа с работы и нужно приготовить ужин и также обработать это видео на завтра. Так что всем спасибо, кто сегодня был со мной. Конечно, и влог получился вечерний, вы будете его смотреть утром, но я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Такая солянка, винегрет, все вместе. Но я просто не хотела оставлять канал без моего появления. Я знаю, что многие из вас ждут утро воскресенья. Мне даже кто-то писал, что зашел в воскресенье утром на канал, смотрят, что нет моего видео. Они даже подумали, что сегодня не воскресенье. Мне очень приятно. Спасибо вам за это огромное. Так что да, оставляйте свои комментарии, давайте общаться. Мне очень важна обратная связь. И я всех люблю, целую. До новых встреч в новом видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!